АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, сегодня нам надо обсудить вопрос, который имеет жизненно важное значение, историческое значение для всех нас. Речь идет о футболе. Сегодня можно открыто говорить это. Мы многое пережили за последние дни. Мы испытали немалое разочарование из-за той неблестящей игры, которую демонстрировала российская сборная. Многие годы граждане нашей страны надеялись, что российская футбольная команда сможет чего-то достичь, сможет стать нашей гордостью. Если не станет чемпионом мира, то по крайней мере продемонстрирует игру, за которую нам всем не будет стыдно. Именно об этом нам говорили тренеры, спортивные чиновники, сами футболисты и спортивные комментаторы. Но все это осталось только пустыми обещаниями. Наши люди, вместо того, чтобы испытать чувство гордости, ощущали, что их обокрали, ограбили. Последние десятилетия многие российские предприниматели, и пусть Бог будет им судья, вкладывали огромные деньги в развитие футбола. Они платили гигантские зарплаты иностранным тренерам, российским игрокам. Но теперь мы можем ясно понимать, что все эти деньги были потрачены напрасно. Сейчас нам надо откровенно признать, что России надо перестать надеяться на победы в футболе. Нам надо перестать вкладывать в него деньги. Нам необходимо прекратить истерику вокруг неминуемых поражений нашей сборной. А сэкономленную нервную энергию лучше потратить на созидательный труд, личную жизнь, улучшение демократической политики, на культурную деятельность, ну и, наконец, на другие виды спорта. Сэкономленные средства надо перераспределить между другими видами спорта – хоккеем, бобслеем, теннисом, художественной гимнастикой, фигурным катанием. Ну и также потратить на развитие физкультуры в стране в целом. Отказ от футбола должен быть полезным уроком. Надо бороться с собственными нездоровыми амбициями. Ради того, чтобы достигать успеха в том, где это возможно и достижимо. После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию по итогам Чемпионата мира, футбол был признан игрой, которая не отвечает традиционным русским ценностям. В течение двух недель группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, признающий футбол нетрадиционной досуговой активностью и запрещающий его пропаганду, особенно среди несовершеннолетних. Футбольные клубы, согласно законопроекту, следовало считать иностранными агентами. Роскомнадзор объявил о недопустимости публичного употребления слов «футбол», а также «гол», «осайт» и «пенальти». Спустя полтора часа закон был одобрен Советом Федерации и подписан лично Владимиром Путиным. Начались полномасштабные проверки российских футбольных клубов. Обыски прошли у тренеров всех команд. У некоторых следователи обнаружили крупные суммы денег. Тренеры говорили, что это их зарплата, ссылаясь на договоренности с инвесторами, например, Алексеем Миллером или братьями Ротенбергами. Впрочем, последние отвергли подобные предположения. Деньги были конфискованы, а против тренеров Следственный комитет возбудил дела по статьям «Мошенничество», «Тунеядство» и «Оскорбление чувств верующих». Легионеры были вывезены за границу одним авиапортом из терминала «Д» аэропорта Шереметьево. Дмитрий Киселев окрестил улетевший борт «футболистским самолетом». Мэрия Москвы активно включилась в кампанию по уничтожению футбольного наследства. Футбольные площадки во всех дворах, по указанию Сергея Капкова, были отданы под маркеты местной еды и площадки дворовой и сценической самодеятельности. В парках города прошел масштабный фестиваль еды под названием «Футбол на мидбол». В некоторых регионах России запретили ношение футболок в общественных местах. Роман Абрамович, как один из самых известных поклонников футбола, резко маргинализировался. Однажды он был замечен с одиночным пикетом напротив российского посольства в Лондоне. А также он начал выпускать видеоуроки на Ютюбе по чеканке футбольным мячом.